Система уже мы выстраиваем всю нашу работу, не только по организационным вопросам проведения самого мероприятия 70-летия Победы. Естественно, будем стремиться сделать, как всегда, на высшем уровне, задействовать максимально все наши ресурсы, которые возможно задействовать, организационные, правовые и всякие. Но перед нами стоит большая задача, чтобы у нас и все наши памятники, захоронения, минариалы были в надлежащем состоянии. Поэтому администрация эту работу ведет, чтобы все понимали, мы выходим уже на такую уверенную прямую. Вы знаете, с уходом снега уходит, как всегда, асфальт. Город уже, я вижу, в таком серьезном состоянии, нужно будет делать оперативно. В основном, те, которые надо сделать оперативно, надо будет искать деньги, чем мы будем заниматься в дальнейшем месяце. Ситуация в поселениях, давайте пробежимся. Работы выбираются, водоканал, теплоэнергоэлектрики, работают. На прошлой неделе тоже провели комитет, поставили задачу, когда будет 70-летие у Дня Победы. Сегодня в 15 часов утверждение плана, повод для работы. Значит, в четверг у нас, в пятницу, у всех депутатов, мы нашли еще дополнительные средства. Мы считаем, что 150 тысяч рублей добавили к тем средствам, которые у нас были на подготовке 70-летия Победы. В воскресенье было отключение, пятницкая потога, 5 часов были без света, и часть поселка был в домах свежую, вода была, не было в бане, не было ночных, экономистских и общежитий. Вы сказали, что аварийная ситуация, работа не сбирается так. Дороги чистят у нас нормально, даже у меня была возможность сравнить выходные дни работы Ломоносовского района, конечно, наши дороги вычищены намного лучше. В ситуации сказали, что Алексеевская стважа документирована. Хочется начать со статистики. Значит, у нас в 2014 году выросло количество штатных работников в Лесебском районе в области физической культуры и спорта. В 2013 году цифра была 136 человек, в 2014-м 143. Также вырос у нас показатель общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в нашем районе. Почти на 2000 было 10627 человек, в 2014 году это цифра 12375. Капитально отремонтированы три школьных спортивных зала, это 3-я, 4-я школа и школа Котельская. Также хоккейная коробка в городе Кингисеппе при поддержке фонда Тимченко и компании Еврохим. Полностью заменены борта, установлены опоры освещения, проведенных внутри ремонт. Также построен теннисный корт около школы номер 3. Завершился капитальный ремонт здания Дюсушай Зала Бокса в городе в прошлом году. Продолжается строительство ледовой арены, административного здания на стадионе парка Романовка, реконструкция фока в городе Кингисеппе. Уже в 2015 году предусмотрен капитальный ремонт школьного стадиона Кингисеппской гимназии. Планируется в ближайшее время начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Вестина. Также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в детском оздоровительном центре Рассоль. Если в целом брать по 2014-2015 году, то капитальные вложения в спортсоружения запланированы и потрачены более полумиллиарда рублей. Это серьезная сумма. Были проведены две районные спартакиады. Это 10-я спартакиада работников предприятий и организаций учреждений Кингисеппского района. Участвовало 11 команд по 12 видам спорта. И 12-я спартакиада сельских поселений проводилась по 9 видам спорта. Мало, неактивно, скажем так, участвовало в наших мероприятиях. В прошлом году Служское, Вестинское поселение. Также, к сожалению, не были представлены спортсмены на итоговом мероприятии в пятницу в здании администрации на подведение итогов спорта. Наши спортсмены принимали участие в первенствах, чемпионатах области, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах. Шесть спортсменов из нашего района в составе сборной России приняли участие в чемпионате первенства Европы под Хакуанду в Швейцарии, где было выиграно 9 медалей, из них 4 золотые. Наш футбольный клуб «Фосфорит» в прошлом году выиграл Кубок Ленинградской области и занял второе место в чемпионате среди мужских команд. Кингисепские гонболистки в составе сборной области выиграли серебряные медали в первенстве России. Георгиев Артем стал абсолютным победителем международного турнира Кубок Балтики по арт-рестлингу. Лучший результат в соревнованиях по вольной борьбе показала Тельмаметова Дарья, она стала бронзовой призеркой первенства России среди девушек. Ну и вообще сказать, Кингисепская школа о вольной борьбе не только хорошей традицией имеет, но и на сегодняшний день является лучшей в Ленинградской области. Отдельно хочется сегодня сказать, что активно у нас развиваются физкультурные формы досуга. Это катание на лыжах, после работы, в свободное время, с удовольствием люди приезжают, занимаются физической культурой. Массовое катание на льду у нас в этом году не только в Кингисепе, в Ангороде, я знаю, в которых работают, в сельских поселениях, в поселке Кингисепском, в поселке Кальтельском. Тоже такие формы досуга активно развиваются. Во всех финалах всех соревнований наши спортсмены принимали участие. И Катейская школа у нас, юноши стали вторыми в хоккей-вальдингах, первые стали в флорболе. Кингисепская школа номер 5 выиграли золотые медали в соревнованиях по флорболу. И вторыми стали соревнованиях по бадминтону среди юношей. И наши команды Кингисепской гимназии стали четвертыми в финале соревнований по баскетболу. И в заключение хочется сказать, что все шаги, которые делает на сегодняшний день и администрация при взаимодействии со спортивной общественностью, со общественными организациями, безусловно, дадут качественные новые результаты в развитии физкультуры спорта наших десертов в районе. Суточные, наверное, спортсмены при вывесе на соревнованиях на питание умеряются? Сейчас мы эту норму изменили. У нас до 430 рублей. Это если мы говорим о самом-то середине. Если федерации нет по тому или иному любви спорта, то при получении финансирования отчитываться должен тренер, который вводит. В комиссии по социальным вопросам не только в рамках Совета депутатов, но помимо Совета депутатов? Я, например, мне было очень приятно, что проходил конкурс, вы проводили хороший конкурс, красавицы. Там участвовали мои коллеги. Наши коллеги всегда участвуют? И вы тоже? Хотелось бы, чтобы вы это в своем отчете тоже отмечали. Будем двигаться дальше, развивать спорт. Для этого делается и будет делаться очень много в развитии в городе Кингисеппе, в поселениях. Очень много мы сделали в прошлом году. Только школьные стадионы, только школьные спортивные залы, которые начали ремонтировать. Это огромный толчок наших детей к развитию спорта. В этом году мы намерены также несколько школьных стадионов построить, довести до конца работу по ФОКу в Кингисеппе, начало строительства ФОКа в Вистине, затем услуги на следующий год. Будем уже по факту сделанному, наверное, отчитываться и, как говорится, поддерживать это движение. В январе 19-го года штормовых предупредений было 19, состояние КЗКХ 19, из них по ретространственным заловом 14, отопление 5. Пожары горело на 4 дома, 2 бани, 3 хозпостройки, 3 автомобиля. ДТП было 4, погибли 2, пострадали 3. Ну и жалобы населения, да, это отопление, будучи освещение, отопление, отмена единиц автобуса, завершение домов и так далее. Это уже за январь этого года. Что у нас было за 14-й год по сравнению с 13-й? Чрезвычайные ситуации. В 13-м было 4, в 14-м тоже 4. Отрыв 1, в 13-м, 1 отрыв, в 14-м бою. ДТП 4, пострадавших в 13-м, 2, в 14-м, 2. Погибшие в 13-м, 1, в 14-м слава не было. На пожаре погибло 2 человека, около в 14-м году. Штормовые предупреждения в 13-м, 2, 17-м, в 14-м году. Боеприпасы в 13-м году. Боеприпасы в времен войны. В 13-м году, в дороге, 5, в 14-м, 22. Провал людей подвезли. В 13-м, 1, в 14-м не было. Перевозка радиоактивных грузов по полетной дороге. В 13-м году, в 14-м не было. Ресные пожары 2 и 2. Пал травы 1 был большой пал в 13-м году и 22 было в 14-м году. Да. ДТП было в 113-м, в 129-м, в 14-м. Погибших 13 было в 13-м году и в 16-м в 14-м. Пал травы 103-м в 13-м, в 172-м в 14-м. Пал травы детей 5 человек в 13-м году и в 17-м в 14-м. Уважаемые участники совещания, у меня доклад очень короткий, я на 4 части его разбил. Первое, это то, чем мы занимаемся уже по территории района и в городе Кингисеппе в частности. В городе Кингисеппе вы, наверное, в курсе уже. Мы завершили второй этап газификации микрорайона Южного. Работы полностью завершены. Сейчас идет работа по установке на учет, по регистрации, принятию собственности и следом бус газа в микрорайоне Южного. Также в городе Кингисеппе идет проектирование газопровода по улице Восково. Это от площади Николаево до железной дороги, чтобы этот микрорайон тоже задействовать. И в сельской местности у нас котлы, пустомежи, айвеймах, проектируются газопроводы в этих населенных пунктах. Значит, информация общая плана. Значит, 282-е постановление правительства Ленинградской области о финансировании газораспределительных организаций, которые подключают частные домовладения, в них в это постановление в декабре внесены изменения. И теперь газораспределительная организация получает средства не после пуска газа физическому лицу, человеку, который живет в индивидуальном доме, а после оплаты им стоимости оборудования. Значит, кроме того, доведу, у нас с комитетом ПОТЭК ведется сейчас работа по перераспределению порядка 300 миллионов рублей, сумма приличная по всей Ленинградской области, на те населенные пункты, где газификация подразумевает перевод котельной на газовое топливо. Евгений Павлович, правильно говорит, мы сейчас стоялись. До какого-то дня, может быть, еще сейчас стоим в тупике все-таки, будет конструироваться газопровод Ленинград-Путлоярли или будет строиться до Аполлия совершенно новая газовая система, которая приведет к нам в Кингисевске 32 миллиарда пунктов газа для строительства пяти крупнейших гигантов, которые будут расположены на территории Кингисевского района, пяти заводов. Соответственно, Миллер и Александр Мишдразденко встречались, и Миллер подтвердил, что и к нам прилетал в пятницу, в пятницу, по-моему, прилетал замминистра обороны по имущественным отношениям по земле, то есть это земля истина, которая полностью принадлежит Министерству обороны, будет передаваться газпромом. Приморск придет к нам в Кингисевский район. Соответственно, в ближайшие 10 лет будут кипеть стройки, бум инвестиций и инфраструктуры развития будет несопоставимы со строительством порта услуга. Порт услуга – это, как там говорят, на ушах потренироваться. То есть это будет совершенно другой объем инвестиций. Это 12 тысяч рабочих мест. Это за 10 лет на 40 тысяч должно увеличиться численность нашего района и так далее. Цифры колоссальные, они просто пугают даже порой и не верят, что такое может произойти. По всем поселениям должны быть разработаны схемы газоснабжения. Мы с вами занимались, глава администрации знают, схемами тепла, водоснабжения. Теперь настала такая ситуация, что, например, по старому названию «Ленополгаз» «Газпром газораспределения» теперь не выдают технических условий для частных жилых домов, где только что построили газопровод. Газопровод есть, газ в трубе есть, тех условий не выдают. В случае, если в сельском поселении или в городском не разработана схема газоснабжения. Это связано с аварией на железнодорожной, вы знаете, да? И разве вы, так сказать, в детские седы тоже были затронены этой аварии или нет? Под той последней аварией население совсем не заметило отсутствия или уменьшения подачи тепловой энергии. И как информация попадает иногда на 47 юз, сами удивляйтесь. Жизнь продолжается, мы немного были в поиске. И позвольте сегодня представить нового руководителя, представителя комитета экономики и инвестиций Книгсерпского муниципального района Махачевого Виктора Евгеньевича. Виктор Евгеньевич, я думаю, быстро войдет в правильное действие в работу, в динамичную работу. Заседание городского совета депутатов будет собираться каждую вторую среду и каждую третью среду района Совета. Поэтому все службы, которые непосредственно задействованы в решении вопросов, которые рассматривают в Совете, убедительно вас прошу, установленные сроком и законом, и регламентом, оставляйте соответствующие документы, чтобы мы их качественно, своевременно рассмотрели. И на комиссиях вынесли на Совет и приняли соответствующие решения. В общем-то, у меня в целом все.